Субтитры сделал DimaTorzok Стараться какой-то такой мощный бас вам выдать Для того, чтобы вы могли Немножко хотя бы еще и расслабиться Вот, возможно Какие-то мурашечки Мурашечки, мурашечки, мурашечки Чтобы у вас появились, но Сегодня видео будет из разряда информационных Из разряда болталочек Так называемых Вот, и сегодняшняя тема видео у нас будет 10, топ-10 Вопросов, которые обычно Люди задают ASMR-артисту В частности, мне Вот, я не зря эту тему выбрал Возможно, наконец-таки мне перестанут люди Задавать эти вопросы Вот, может быть, конечно, и нет Скорее всего, нет, потому что Так часто бывает, я стримлю Ну, стримы, знаете, что такое, да? Если не знаете, приходите, я вам расскажу Вот, и на прямых трансляциях Так называемых, да, стримах Которые я провожу Бывает, заходит человек, спрашивает Такой, типа, привет Я говорю, привет Я говорю, привет, потому что ты откуда? Я говорю, ребят, ну, не поленитесь, а Почитайте В описании это все написано Меня зовут Алексей Мне 30 лет, я из города Харьков Там так и написано Вот Здесь человек заходит такой И такой, оба-на Какой-то мужик Интересно, как его зовут и откуда он? Ну, конечно, зачем мне читать описание? Это тот первый вопрос Вот тот первый вопрос То есть, как бы Как тебя зовут и откуда ты? Даже два вопроса, совмещенные в одном Вот Окей Значит, следующий вопрос Который меня обычно спрашивают Именно меня, да То есть, это вот в топ Прямо в десяточке Прямо в первых местах Это что у меня с зубами? Что у меня с зубами? Это прекрасный вопрос Просто на который я уже Сто тысяч миллионов, миллиардов раз ответил Вот Что у меня с зубами? Это с детства И я не знаю Как это получилось Все Возможно Я упал Блин, не знаю Выпал откуда-то У мамки Из-за пазухи И попал случайно к бобрам И меня просто воспитывало Знаете Такой сенсации Человек, воспитанный Семьей бобров Вот Я сидел там и грыз Да, эти самые Деревянные Деревяки какие-то там Плотины строил Я не знаю Теперь Вот Но нет Это у меня случилось С детства И я Не знаю Как так получилось Потому что Определенное время В детстве я болел Чем-то Типа воспаление легких Или что-то вроде того И у меня Просто Тогда еще были Молочные зубы И я лежал там Под капельницами Под какими-то И в общем-то Мне может не хватало Какого-то кальция Или что-то там И я в общем-то Мне повыпадали Эти молочные зубы А коренные Вот такие вот вырезали То есть уже Поэтому как бы Предвосхищаю Четвертый вопрос Я не люблю семечки Я не люблю Я ем В принципе Я нормально Отношусь к семечкам Но я не любитель Прям вот капец Какой-то Знаете Типа Тазик семечек Там все дела Вот Были определенные Периоды Когда я ел Семечки Были Но я не Ну это не из-за семечек То есть просто Поверьте Значит Соответственно Из этого же вопроса Вытекает вопрос Сделал ли ты Зубы сам Типа Это у тебя так От природы Типа короче И ты так сам Выпилил Ребята Реально Это блин Очень Стремно Идти Не знаю Там к стоматологу Или как те люди Называются Которые именно Выпили вот эти зубы Говорите Выпилите мне Просто зубы Вот так вот Это реально Стремно Даже звучит И не то что там Идти это делать Наверное все любят Стоматологов Да И Я не знаю Как можно пойти И попросить Просто Кусок зуба Выпилить Причем вовнутрь Это как это Жесть Просто понимаете Не я это не делал Естественно Это я не делал И делать это Не собирался Не собираюсь И Блин Вот так то Сразу Как бы Таких вопросов Нету Но Я вам отвечу Еще ни на вопрос То есть Который Я вот Как бы Себе сам Поставил Собираюсь ли я Зубы Приводить в порядок То есть Сделать Какие-то Человеческие Зубы В плане Того Что Типа Наращивать Какой-то Материал Или стачивать Их Чтобы они Были Более ровными Там и так далее Ответ Ответ Нет Потому что В принципе Во-первых У меня сразу же Пропадет Комментариев Процентов 30 комментариев Которые Все спрашивают Почему у тебя Такие зубы И сразу Популярность Канала Снизится Из-за этого Вот Вот И Как бы Поэтому Я не буду этим заниматься И почему бы Нет У меня такие зубы И пока Я не начал заниматься Ютубом Я даже Как-то особо Не обращал На это внимание Потому что Пару раз Там где-то За всю мою жизнь Вот Как только Начал заниматься И записывать Видео Все сразу же Посыпались На меня вопросы Что у тебя С зубами И как Вообще Так И вообще Вот Поэтому Как бы Вот такие вот Моменты Есть Далее Значит Следующий вопрос Который Типа топовый Да Тоже Вот такой вот Прямо А наболевшим Это Сколько я Зарабатываю На этом Всем На этом Всем Мегабизнесе На ютубе Да Там И так далее Видите В золоте Сижу В брюликах И Такой часы У меня Где-нибудь О Родинка Вот И Я вам так скажу Что пока что Я не зарабатываю Таких Каких-то Космических Каких-то денег Да Пока что Я вот так вот Оговорюсь Потому что В принципе Это нормально Иметь какие-то Амбиции Вот Это нормально Абсолютно Потому что Было бы Наверное Странно Я себе Такое Сказал Ну ребят Ну я тут Просто снимаю Видос Сейчас Сижу Сейчас Сколько там Не знаю 11 часов вечера Я сейчас Записываю Видос Какой-то Там Пятый По списку Стараюсь Там Типа Да Просто Так Мне не важно На самом деле Что бы мне скажете Мне не важно Кто-то меня посмотрит Или нет Мне не важно Типа Заработали Что-то На этом Или нет Поэтому Как бы Да Конечно Я хочу Зарабатывать На этом Нормально Это нормально Абсолютно Потому что Блин Вспомните Там Людей Которые Вот они Вышли Там Со своими Детьми Куда-то Поснимали Своих Детей Вы уже Это в сеть Это набрало Миллион просмотров Миллионы Да Просто Ну как бы И все То есть Люди Зарабатывают Деньги Просто Ничего Почему бы и нет Почему я делаю Контент Какой-то В который Вкладываю Свои там Деньги Силы И время Почему я не могу Отдачи от этого Получать То есть Пока я не зарабатываю Каких-то Серьезных денег То есть Это идет Все Все что я зарабатываю Пока что Идет пока что В какой-то Фонд Так скажем Отбитие Оборудования Средств Которые Я нас все затратил Вот Потому что там Свет Потому что Микрофон Потому что Фон Потому что Компьютер Потому что Монитор Который Припер в офис Чтобы записывать Чтобы делать стримы Там например Все тоже Стоит денег Вот Опять же То есть Вот это все Это время тоже Которое В принципе Время Это самое Дорогое Что есть у людей Вот Потому что Его нельзя Купить Его нельзя Продать Вот То есть Как бы Ты времени Купишь себе Вот По поводу Этого Наверное Вопроса То есть Мы закрыли То есть Да у меня есть Какая-то рекламка На ютубе В которой Я рекламирую Иногда Каких-то Других СМР Артистов И то Я не всех Рекламирую То есть Я только Тех Которые Адекватны Да То есть Если мне Пишет Там какой-то Чувак У которого На канале Три подписчика И он снимает Какую-то дичь Ну там Я не знаю Из разряда Там Смотрите Я там Ну там Не знаю Блин Манную кашку На стол Вывалил И там Типа Развожу ее рукой Я помягаю СМР То я Такой Не буду Рекламировать Ни за Какие Деньги Потому что Мне репутация Моего канала Дороже Конечно же Чем Такая реклама Вот Поэтому я Стараюсь Рекламировать Только адекватные Каналы Которые В принципе Я вижу Что у них Есть какой-то Потенциал Что Они поддают Надежду Там И так далее Ну естественно Они за это платят Это нормально Так все делают Ребят Не надо писать Мне типа СМР Бокс Скатился Он Типа Дает рекламу На своем канале Я так все Капец Я не буду Не уходить Смотреть Блин Я делаю рекламу Как раз В таком формате Чтобы вам Комфортно было Это видеть То есть я Спокойно Шепотом Проговариваю Это голосом Проговариваю И Вы заходите Это все Органично Вписывается В ролик И вы спокойно Смотрите Это лучше Намного Поверите мне Чем вот эта реклама Орущая В 20 часа ночи У меня реально Вчера случай был Вот просто вот Именно со мной Который произошел То есть я вчера Ложусь Спать Включаю Ролик Под который я засыпаю Обычно Асмаре Я не буду Никто это И так далее Потому что Никто не ревновал Вот И Блин Я понимаю Что этот человек Вставил себе рекламу В середину ролика Понимаете Понимаете Что случилось Случилось то Что я начал дремать Я И тут Мне в ухо Просто какой-то Колокольный звон Нереальный Я просто Вот так вот Подорвался Вскочил Я не могу найти телефон Потому что он где-то там Под одеялком Короче Я по проводу От наушника Нахожу телефон Как-то пытаюсь Выключить рекламу Но не выключает А переходит Короче Это был просто Огонь Огонь И Поэтому я не буду Себе делать рекламу Громкую Со звуком То есть Да У меня есть реклама На канале Именно Я партнер Ютуб Да И на канале Есть Реклама От Ютуб Которая Ну региональная Местная Да У каждого Она своя будет То есть выскакивает Но она тихая Это баннерная реклама То есть Она без звука Абсолютно А звуковую рекламу Я не ставлю Хотя из этого Мне приходит Где-то в половину А может быть Даже и Еще больше Ну как бы Еще меньше Да Денег Вот Поэтому Ну как бы Но я не жалуюсь Потому что Я вас ценю Ребята И цените это тоже Потому что я ценю Ваши уши И ваше здоровье нервное Потому что я понимаю Что многие засыпают Под мои ролики Я ни в коем случае Не хочу вас травмировать Какой-то громкой рекламы Которая вам будет выскакивать Даже если это в начале ролика Это очень некомфортно Когда у тебя телефон Стоит на полной громкости В наушниках Ты слушаешь И у тебя оно орет И ты просто Как-то выходишь Входишь в какое-то состояние Диссонанса Я не знаю Это Плохо Вот поэтому Такого мне не будет Далее Значит Это еще вопросы Какие еще есть вопросы Понятно Там сколько мне лет Откуда я Это мы все уже обсудили То есть Как бы Как правило Это самые такие простые вопросы На которые вам Любой может дать ответ Такой вопрос еще Типа Есть ли у меня жена Да У меня есть жена Вот Она красотка Она молодец Она также записывает СМР Вот Ссылочки на ее канал Есть у меня на канале И можно их посмотреть Она всегда меня поддерживает Ставит комментарии какие-то Ну Всегда лайкает Мои видео Я с ней всегда советуюсь Получится у меня ролик Или не получится Зависит от нее В том плане Что Иногда я снимаю Какие-то ролики На грани такого Знаете Легкого безумия Вот Я сомневаюсь Стоит ли его выкладывать Или нет Стоит или нет И я тогда Как бы У меня финальная инстанция Это моя жена То есть Я к ней подхожу Говорю Слушай Посмотри пожалуйста Ролик Скажи мне свое мнение Что ты думаешь По этому поводу И она конечно смотрит Говорит Да Это полная Просто днище Безумие И мне все нравится Выкладывает Это классно будет Это зайдет Вот Поэтому Да У меня есть жена И трое замечательных деток Вот У меня полноценная Хорошая семья Которую я очень люблю И ценю И СМР Я не рассматриваю Как какое-то там Извращение И так далее Плавно мы переходим К следующему вопросу Потому что Многие задают Банально Вот такой комплекс вопросов Который Глупо прозвучит Немножко Но как бы Обидно Немножко Но ничего То есть Это все мы мусолим Переливаем Вот эти вот моменты Которые у меня там Люди спрашивают В комментариях Или на стримах Вот И следующий вопрос Это Типа Почему Даже не вопрос А утверждение Да То есть У меня некоторые люди Которые учатся Там в классе в девятом Любят поучить В девятом В десятом Это нормально Видимо Они лучше знают Вот И мне То есть Там человек пишет Например Отчеты Типа Иди Устройся на работу Ты сидишь И Протираешь свои штаны Ты У тебя жизнь Проходит мимо Посмотри Вот Ты не работаешь Видимо Насколько я знаю В своем девятом классе Там или десятом Ты Фигней страдаешь Иди лучше И там Не знаю Устройся на работу Зачем ты это записываешь Ну блин Я это записываю Потому что мне нравится Это записывать И я Я люблю это записывать Потому что Вот я так хочу Это мой канал Вот И даже если бы я не работал А записывал лишь только ролики Почему бы и нет Это мое личное дело Я на это трачу время Силы свои И так далее И это находит отдачу В моих подписчиках Которым нравится Я смотрю эту отдачу По вашим отзывам По вашим лайкам По вашим комментариям Я всегда стараюсь быть Очень толерантным В любом случае Даже каким-то негативным Комментарием Я никогда не Не вступаю Ни с кем В полемику Я никогда не вступаю Ни с кем В какие-то холивары Если мне человек пишет Типа Ты говно Там Я не знаю Или ты Ты плохой Ну это очень мягко Я так выражаюсь Это значит Человек просто Без конкретики Человек просто Не любит Жанр АСМР Как в целом Или жанр мужского АСМР Такое бывает тоже Некоторые думают Что мужское АСМР Что-то такое извращенное Типа Это должны Только геи Или слушают Только геи Или записывают Только геи Короче везде сплошные геи Но это не так На самом деле Вот И некоторые Именно такие обидные слова Прям сходу сразу и пишут Таких людей я сразу удаляю Потому что Зачем это мне нужно Я ничего не собираюсь писать Отвечать Это просто человек Который Наверное Не знаю Ходит по каналам По мужским И пишет гадости Это ему нравится Видимо на это Он готов тратить свое время Поэтому Такое есть Да Вот Я отвечаю на комментарии Негативные Стараюсь развернуто ответить Если человек мне написал По делу То есть по делу Если человек мне пишет Например Леш Там Вот Классное видео Прошлое было Мне очень понравилось В этом видео Ну вот Вообще фигня Мне не понравилось Потому что Очень резкие движения Или наоборот Слишком спокойно Или что-то Что-то не понравилось Да Что конкретно Он пишет Он как бы это описывает Какие-то свои мнения Свои впечатления Да Это круто Почему бы нет критика Это здорово Критика Она нас толкает дальше Да Вот Благодаря критике Мы как раз Можем Мы как раз Можем Совершенствовать себя Потому что без критики Ну как Если меня всегда Все время будет Всех хвалить То я Просто расслаблюсь Расслаблю булки И скажу Вот вам ребят Там каждый день Я буду снимать По видео По пять минут Какой-нибудь там Типа в стиле Привет Как дела Давайте смотрите Мое видео Я пошел Вот И зачем мне тогда Напрягаться Если вам все нравится Поэтому как бы Такие моменты Они тоже очень Как бы позитивно Влияют на Творчество И на вот это вот все Ну как бы я называю Это творчеством Потому что я считаю Что это творчество Все-таки Вот И дальше Как бы следующий вопрос Который обычно задают Это типа Ну ты там типа Извращенец какой-то Да Что-то шепчешь в ухо Там что-то Где-то руками машешь И из этого Как бы люди Некоторые пишут Что вот Типа мужское АСМР Не имеет права на жизнь Почему нет Почему женское АСМР Это круто Да Там где там Сидит девочка Там грудь выставила Вот я вижу Прямо чуть ли не до Не до сосков Да Это конечно круто Блин Но такое можно На других сайтах посмотреть То есть Как бы понятно Что Если люди смотрят Такие АСМР ролики Они Видят Вот это вот Неправильно извращенное Понятие АСМР То есть Как бы он смотрит Видит девочку Девочка симпатичная Она еще что-то шепчет У нее естественно Вызывают какие-то Эротические ассоциации Вот Где-то там Да И В общем-то Исходя из этого То есть У человека строится Какой-то вот такой Вот комплекс Да Того что АСМР Это что-то эротическое То есть То что АСМР Это Оно должно возбуждать Под это дело Можно там Как-то я не знаю Можно как-то Это самое Вот И Типа АСМР Оно как бы наоборот То есть Оно не расслабляет А возбуждает Как-то приводит Я не знаю К чему-то такому Вот И понятно Я понимаю прекрасно Этих девочек У которых Если у меня были сиськи Я был бы девочкой Я бы конечно Показывал сиськи Потому что Это нормально Вот Я мальчик И у меня Если я сиськи буду показывать То наверняка Вряд ли вы на меня будете подписываться Вот Поэтому я как бы Немножечко другим путем Иду И это нормальный путь Он тернист И сложен И медлен Да Медленный путь Потому что Реально Если там учитывать Некоторых девочек И То что за год Они там Накрутились Да Трехсот Четырехсот Тысяч подписчиков А вот Мне вот за год Получилось Пока только сорок Да На данный момент На данном этапе Вот реально Вот год каналу И сорок тысяч подписчиков Это хороший результат Безусловно Конечно Это хороший результат Но С другой стороны Если ты смотришь Там Девочку Которая Шесть видосов Сняла Или семь за год И у них там По миллиону Сейчас попью Вот И когда ты смотришь На девочку Которая сняла С мэра Роликов Там пять шесть И у нее там Блин По пятьсот По шестьсот По миллиону Просмотров По пятьсот По шестьсот тысяч Я имел ввиду Конечно Вот И Как бы Она не парится Просто У нее красивая одежда И Ну она секси Да Она секси Это классно И В общем-то Конечно же На нее подписываются Мальчики Да Там Какие-то школьники И так далее Это нормально Вот Но из-за этого Возникает Такой вот Ассоциативный ряд Что СМР Это Какая-то тема Для Какого-то Такого фетиш Да Такой вот То есть Но на самом деле Это не так Потому что СМР Это очень Мощная штука Да По моему мнению По крайней мере Это очень мощная штука Для расслабления Потому что Многие люди Там И Взрослые И дяди И тети Да Они реально Напрягают свои мозги На работе Там На учебе И это очень сложно И люди постоянно Испытывают стресс И нужно Как-то Это все Выпустить Из себя И Это Просто шикарно Я считаю Это просто шикарное Как не знаю Изобретение Кто-то придумал СМР Кто-то Ну как придумал Вытащил На свет Потому что СМР В какой-то веке В каком-то В каком-то В каких-то проявлениях Оно уже существовало До того Как оно Там Боб Рос Который рисовал Это было Приятно слушать Какие-то моменты Которые мы Когда-то испытывали Когда Закрывали глаза И слышали Какие-то звуки приятные Вокруг Тоже было приятно И это в принципе Оно было Кто-то его просто До этого уровня Довел Вытащил И Ну вот сейчас Очень популярно Это мейнстрим Вот Это мейнстрим Конечно И Это здорово С одной стороны Потому что Это в принципе Стан с популярным И тогда В общем-то Без этого Было бы очень тяжело Нам Тем более мужчинам Потому что Блин Мужское СМР Реально Вот Раз в 10 Меньше смотрят Чем женское Вот Ну Обычно Следующий вопрос Все задают Это в стиле такого Типа Какое у вас оборудование Мне повезло Я фотограф И я Как бы уже Имею комплект Оборудования Для записи Вот Ну что-то конечно же Я докупал Тем более Сейчас я уже думаю Как бы В Не только в формате фото Но и в формате видео Потому что Никто меня не учил Там видео записывать Какие-то там моменты Делать Вот Обработка Видео Это все Как бы для меня В новинку Поэтому Это все Пришлось Как бы Осваивать По новой Вот Ну и Самые частые Вопросы Тоже такие Они очень простые Как бы Как правило Без всяких Там моментов То есть Когда у меня Выходит Видео Когда у меня Выходит Видео И когда у Мне Происходят Стримы Когда у меня Происходят Стримы Видео у меня Выходит Обычно По понедельникам Средам Пятницам И субботам То есть У меня 4 раза В неделю Выходит Видео По вторникам Четвергам У меня Стримы Получаются То есть Я прихожу Мы с вами Общаемся В онлайне Какие-то Триггеры Используем Там Я не знаю Спокойно переписываемся, ну, не переписываемся, то есть вы пишете, я вам отвечаю на ваши вопросы, стараюсь на все вопросы отвечать, по крайней мере, пока что у меня это более-менее получается, вот, соответственно, поэтому получается, что у нас охват, да, практически всю неделю, потому что в понедельник у меня выходит видео, во вторник у нас стрим с вами, в среду у меня выходит видео, в четверг у нас с вами стрим, в пятницу у меня выходит видео, ну, и в субботу у меня выходит также видео, вот, в воскресенье, ребят, я отдыхаю, потому что у меня воскресенье, так называемый такой, наверное, день семьи. Что у меня жена и трое деток, которым я хочу тоже уделить внимание. И я, как бы, мы обычно едем куда-то на дачу или там где-то гуляем, вот, и тусуемся и развлекаемся вот так вот. То есть в воскресенье я стараюсь не работать. Я даже стараюсь в воскресенье не брать себе какие-то заказы там по освоенной работе как фотограф. Вот. Стараюсь это на субботу оставлять, там на пятницу. Как-то разруливаться, раскидываться. То есть вот так вот. Некоторые спрашивают также, типа, как мне задонатить. То есть донат это такая форма, да, поддержки. Форма поддержки блогера. То есть меня. Вот. И просто люди не знают, что это такое. И из этого то есть, ну, во-первых, первый вопрос всегда типа, а что такое донат и как его делать там и так далее. Вот. И давно уже хотел рассказать, потому что, в принципе, это актуальная тема для меня. Вот. То есть понятно, что я, как уже говорил, да, с рекламой, с рекламой у меня не густо, не густо на канале, да. То есть в плане того, что от Ютуба я рекламы сильно много не получаю, потому что я себе оставил только рекламу вот эту вот на баннерах, да. Соответственно, я могу извлекать какую-то материальную выгоду из канала только лишь благодаря вам. то есть благодаря вашей какой-то помощи. Ну, помощи в плане того, что добровольной, да, какой-то помощи. Потому что я не устраиваю какие-то сборы там, я не знаю. Ну, единственное, что мы собирали вот конкретно, это была веб-камера. Вот именно, когда я вас спросил. Когда я вас спросил, там, типа, ребят, помогите на веб-ку собрать, вот, потому что у меня тогда, в общем-то, были большие затраты. Я купил себе тогда Zoom, я купил себе микрофоны, я как раз хотел себе купить фон, вот этот вот, я собирал там себе свет, и мне как раз реально не хватало на веб-ку. И вы мне помогли собрать на эту веб-ку, и это очень круто, потому что у меня появилась возможность стримы делать, да. Вот, и, в общем-то, вот эта помощь, да, которая вот называется там donations, да. Донейшнс в переводе с английского это пожертвования какие-то. Я, конечно, не церковь, вот, и не какая-то организация общественная, тем не менее, у вас всегда, в принципе, есть возможность мне сделать приятное, мне как-то каким-то образом помочь в развитии. Вот, то есть, некоторые спрашивают, куда идут вот эти вот деньги, которые, которыми мне, там, и подписчики, да, помогают на стримах, например, потому что на стримах это очень удобно делать в плане того, что когда человек донатит, то есть, скидывает какую-то денежку, через специальный сервис, это все происходит очень красочно, то есть, у меня на экране возникает картинка, в которой написано что-то крупными бегущими буквами, да, например, выделенными хорошо, то есть, какое-то пожелание человека, которое он может написать за этот донат, да, например, опять же, человек может что-то себе попросить за этот донат, например, какое-то видео записать или, я не знаю, там, сделать какой-то триггер определенный его любимый на стриме, да, вот, или же просто передать кому-то привет, так, чтобы все люди, а у меня на стримах, как правило, там от 100 до 150 человек, ну, до 200, это все увидели, или даже проекламировать что-то, например, там, какой-то свой канал на стриме таким образом, потому что, в принципе, я это поощряю, потому что, если вы мне что-то, как бы, донатите, да, то есть, вы можете иметь что-то взамен, это нормально, абсолютно, то есть, вот, но, опять же, я всегда говорил и буду говорить, что донаты — это дело добровольное, это не должно быть каким-то, знаете, там, типа, как, типа, платить деньги, иначе я снимать ничего не буду, абсолютно это неправильный подход, то есть, как бы, это дело такое, что, если ты вдруг посмотрел, там, мои видео, тебе понравились они, и ты хочешь меня как-то отблагодарить, то есть, ну, чем-то для тебя не таким важным, ну, в плане суммы, там, например, да, то есть, у тебя, например, от этой суммы не будет, вот, то тогда ты можешь это сделать очень даже легко и запросто, потому что ссылки на донейшн оставляю я обычно в описании к видео, ко всем, то есть, я пишу обычно, типа, если кто меня хочет поблагодарить, вы можете использовать эти ссылки для этого, я всегда увижу ваши вот эти вот пожертвования, потому что мне приходит сразу повещение, я всегда увижу ваши сообщения, и эти сообщения, ну, как бы, я думаю, что введем такое правило, да, эти сообщения будем в оффлайне, в оффлайн, кто вот мне донатит, не на стримах, а в оффлайне, эти сообщения я буду прилеплять, прикреплять в следующих видео, то есть, перед видео я буду делать небольшую вставочку, в которой, в которой это вставочка, я буду просто цитировать ваши сообщения, если вы это, как бы, ну, захотите, вот, и, конечно же, это должно быть, не должно бить по вашему карману, потому что вот там, это не должно быть так, что, типа, если вы студент Василий Петрович, какой-нибудь там бедный студент, у которого осталось 100 рублей там на 3 сосиски, я не знаю, и вы, типа, хотите мне помочь, и как-то склинуть, ну, типа, остаться без сосисок или что-то в этом роде, то не нужно так делать, не нужно этого, потому что, в принципе, я сам был студентом, и всегда понимаю, что такое вообще быть студентом, там, где-то на чем-то экономить и так далее, то есть, это очень дело добровольное, то есть, если только у вас есть такая возможность, ну, не хотелось бы, конечно, так, типа, устраивать это все, как будто я попрошайничаю, потому что мне было бы тоже обидно, как-то некрасиво, да, некрасиво попрошайничать, и это неправильно, все вот эти вот ваши донаты, они идут на хорошую цель, то есть, как бы, они идут на улучшение оборудования, либо на улучшение каких-то условий съемки, вот, либо же на... Ай, ладно, короче, я три машины купил, две квартиры уже, это самое... Вот, поэтому такие дела, вот такие дела, ребята. Наверное, на этом будем уже с вами заканчивать наш вот этот шикарный экскурс на 20 минут в вопрос, который я хотел отстрелять минут за пять, но вот так получилось. Я любитель полялякать, вы знаете прекрасно об этом. Вот, спасибо за то, что посмотрели и досмотрели, если кто досмотрел и справился. Вот, я вам желаю всех-всех-всех благ, всего самого наилучшего, мурашек побольше всего-всего. Пока.